Всем привет! С вами канал Артмания. Тут я готовлю. Тут у меня компот я сейчас буду делать. Здесь у меня и виноград, облепиха. Добавила в этот раз попробовать боярышник. Да, вот тут у меня боярышник сушеный. Яблочко. А вот тут еще он тоже. Короче, вот так вот. Сборный такой компотик для Димы. Вот. И здесь у меня варится каша Дружба. Рисовая каша и пшенная. Вот так у меня начинается мой обед. Остались у нас вот сколько яблок. Очень мало. Видимо теперь нам придется покупать. Потому что бабуля не хочет, чтобы нам привозили яблоки из погреба. Потому что Дима их очень долго и плохо ест. И якобы они у нас протухают. Ну, бывают конечно. А, ну вот. По типу таких появляется. Ну что, сейчас он маленький же еще. Сейчас раньше он съедал целое яблоко. Даже два-полтора яблока. Сейчас он хуже уже стал кушать. Мне уже съедает одна четвертое яблоко. Очень редко, когда половинку яблоко съедает. То есть вообще сейчас прям плохо ест. Если лежит вон красненькое яблочко. Ну, уже мягенькие. Сейчас я их отправлю обратно в холодильник. И мы будем уже по чуть-чуть есть яблочки. Понемножечку. Да, еще кстати у меня к вам вопрос такой. Как вообще у вас здесь получается одна большая полка. А тут внизу выдвижная полка. Как вообще у вас тут все хранится. Просто мне не нравится, что вот так здесь хранится. Это все в мешках. Картошка тут в мешке. И я не знаю сколько у меня ее морковка- Особенно вот свекла. Как-то видно что много. А сколько, как она вообще там себя чувствует я не знаю. То есть, вот так мне не нравится. Я бы хотела, конечно, контейнерами вот так открытыми. Но я не знаю, насколько это будет хорошо хранится она. В открытых контейнерах. Потому что я знаю, что морковь любит когда немножко закрыто. Ну вот картошка любит когда темно. Потому что когда светло, она зеленеет. То есть свекла там, я не знаю, тоже надо закрыть. Расскажите, напишите в комментариях, как у вас хранится в холодильнике вот это вот всё. Так же в мешках или в контейнерах. Или всё-таки в открытых контейнерах хорошо хранится и всё супер. По крайней мере она же вот закрывается. То есть она в принципе закрыта. А ну дырка. Дырка там немножко есть. Вот. Маслица у нас тут лежит. То есть обязательно напишите. И сейчас я ищу яблоки. Было бы, знаете, правда шикарно, если бы в контейнерах вот так вот всё сложил и всё. Удобнее гораздо. Наши тут фрукты. Бананы, кстати, уже не такие зелёные. А здесь вот картинку я вырезала Диме. Такую вот. Из-под такой кашки. Прикольная. Ничего нигде не записываем. Это у меня тут лежит, кстати, краска. Мама принесла. А кисти забыла дать. Чтобы покрасить вот тут вот трубу вот эту. А кисти забыла дать. Но мне надо ещё помыть сначала эту трубу. Они моются очень тяжко. Неудобно. Хочется, знаете, всё время взять эту трубу. Положить её в ванную. И там прям замочить. Хорошенько так намыть. А вот, блин, неудобно. Ну, куда деваться. Как-нибудь займусь. Смотрите, сколько много у меня кориандра. Здесь их, по-моему, почти 20 или 30 штук. Вот такой вот кориандр цельный. В отряду он стоит 8 рублей. А у нас в Самаре я вообще не нашла дёшево. Они все от 30 рублей, от 50 рублей. Вообще найти нереально. Вот поэтому заказала мужу. Он купил вот их. И я вот до этого покупала. Кориандр цельный. Сейчас я вот тут они у меня лежат. Три штучки я взяла. Сейчас я их буду перемалывать. На кофемолочке своей. И потом положу их в такую вот штучку. Вот так вот. Лист тут у меня лежит. В кашу я добавила ещё воды. Как следует её... Хочу, чтобы она прокипела. Потому что пшенку что-то у меня сын плохо ест. Чтобы она хорошенько прям прокипела. Испекла вот такой хлебушек. Как он ароматно пахнет. Вот как-то вот несколько лет назад, когда я только купила хлебопечку, был непонятный какой-то запах хлеба. Ну, не такой, как в пекарнях, как в магазине. Какой-то непонятный, невкусный. А сейчас вот спустя вот годы наконец стал у меня получаться. Вообще он так пахнет. Его хочется просто прям горячим съесть. И сейчас пока он горячий, он обалденно вкусный. Вот, сейчас я его буду переворачивать. У меня вот такая вот форма. Достался она мне от бабули. По папиной линии. Алюминиевая, кстати. Ее немножко уже чистили. Не знаю, что там бабуля в ней готовила. Но алюминий очень хорошо подходит для хлеба. Она не прилипает. И хорошо вытаскивается. Я только вот силиконовая формочка по бокам вот тут прошлась. Ну, в принципе, если подождать, например, часик. То есть, вот так вот оставить. Она там начинает по бокам промокать. И хлеб сам выпрыгивает оттуда. Ну, переворачиваясь, он выпрыгивает. Вот. Но у меня времени нету ждать. Мы скоро уже будем ужинать. И я хочу, чтобы он к ужину остыл. Вот обалденный хлеб. Какие у него там бугорочки такие. Вообще классные. Такая вкуснятина. А запах какой. Какой запах у него.